Отравиться арбузом насмерть владимирцы не хотят. Многие горожане стали отказываться от покупки полосатых. История московской семьи, закончившаяся трагедией после употребления зеленой ягоды, напугала жителей областного центра. По информации столичных СМИ, арбуз был куплен в одном из магазинов крупной торговой сети. В итоге в больницу с отравлением попала вся семья, трое человек. Двоих спасти не удалось. 15-летняя девочка и ее бабушка погибли. Ситуация получила огромный резонанс. Владимирцы начали массово отказываться от покупки арбузов. Честно, да, она пугала. Детям я уже не даю арбузы и сама не хочу его пробовать. Если уж такой случай был, может он где-то повторится, поэтому рисковать не хочу. Такие истории, конечно, пугают. Вы готовы отказываться от покупки арбузов или нет? Не знаю, честно, не знаю. Со ссылкой на столичный Роспотребнадзор федеральные СМИ пишут о том, что в арбузе, который приобрела московская семья, нашли следы вещества для уничтожения насекомых. В магазине, видимо, проводили дезинфекцию с нарушением санитарных правил. Когда мы проводим дезинфекцию объектов и дезинфекцию, то все продукты у нас либо выносятся из торгового зала, либо закрываются каким-то герметичным материалом. Что произошло в той ситуации, которая описывается в СМИ, очень трудно сказать. Возможно, проводилась дезинфекция и дезинфекция объекта, а рядом находились арбузы, которые просто не были накрыты. Если целостность оболочки нарушена, бахчевой культуры, то через эти микротрещины могут поступать химические вещества в мякоть. В этом виноваты люди, по вашему мнению, да? Конечно, кто обрабатывал магазин. Продукты были, видно, открытые, ничего не спрятали, ничего. Потом уже обработку делают в голом помещении, а не с продуктами же. Вот после такой истории не боитесь арбузы покупать? Да нет, смотря где. Покупать арбузы можно везде и на рынке, и в торговых сетях, считают в региональном управлении Роспотребнадзора. Просто нужно внимательнее их выбирать и мыть перед употреблением. Тогда, когда мы их покупаем в торговой сети, надо обратить особое внимание на их целостность. То есть арбузы, которые имеют микротрещинки, которые имеют следы от ударов, не стоит покупать. Когда мы приходим домой, мы не забываем, что все бахчевые культуры, да и не только бахчевые культуры, необходимо обязательно помыть. И можно даже с каким-то легким моющим средством. В надзорном ведомстве констатируют, за последние пять лет в бахчевых культурах не было выявлено ни нитратов, ни солей тяжелых металлов. Отравиться арбузом можно только из-за невнимательности или при игнорировании элементарных правил гигиены. Елена Масленникова, Руслан Поплухин, 6 канал.